Здравствуй, ты математику пришел учить? Молодец! Всем привет, это Математика на асфальте, с вами Алла Кичиджан, и сейчас я записываю третье видео из серии, как показать, что при одинаковом периметре самая большая площадь из прямоугольников будет у квадрата. При периметре 20 квадрат 5 на 5 будет самой большой площади. Вот это мы и доказываем. И одна из участниц нашей группы, Лилия Гореева, прислала вот такую формулу и сказала, назовите одну сторону 5 плюс х, вторую сторону 5 минус х, и вы сразу увидите, что у квадрата самая большая площадь. Ну, наверное, математикам это видно сразу, а мне пришлось потрудиться и помогал мне в понимании Максим Янченко, музыкант и программист из Сингапура. Посмотрите, пожалуйста, на вот этот прямоугольник и сравните с тем, что у нас было до этого. У нас был квадрат, и стороны его были 5 на 5. Дальше мы начали одну сторону квадрата уменьшать, и вторая сторона начала увеличиваться. Или одну сторону увеличивать, и вторая сторона начала уменьшаться. Эту зависимость мы доказали в прошлом видео. И теперь нужно наглядно увидеть, что 5 плюс х по той стороне, которая увеличивается. Посмотрите, 5 плюс х это 5 плюс 1. Было 5, стало 6. Вторая сторона уменьшается, и получится, что 5 минус х это соответствует стороне 5 минус 1 и 4 сантиметрам. Видите, было 5 сантиметров, стало 4, уменьшилось. 5 минус х это то же самое, что 5 минус 1. И мы здесь видим, что площади всех этих прямоугольников, они все меньше, меньше квадрата. Смотрите, 25, здесь 24, 6 на 4, здесь 3 на 7, 21. Все, это мы увидели, просто поверили в это, да? А теперь нужно еще доказывать, что площадь никогда не будет больше 25. Ну, давайте раскроем скобки. А потом я вам покажу еще, не отключайтесь, еще один способ, как найти быстро корни квадратного уравнения. Ну, пока просто раскроем скобки. 5 плюс х, 5 минус х, одна сторона, это площадь мы находим, умноженная на вторую сторону. Поэтому получаем 25 минус 5х плюс 5х минус х квадрат. Естественно, сокращаем минус 5х и плюс 5х и получаем 25 минус х квадрат. И вот, что имели в виду математики, и вот, что написала сразу на Элитвак. Так также сразу видно, что любая площадь, любого прямоугольника будет меньше квадрата. Потому что 25 стоит в первом, и дальше все, что любая площадь, будет уменьшаться. Я, как математик, здесь написала, функция от х равно 25 минус х в квадрате. И вот, как это выглядит. Но есть одна хитрость. Как найти корни, ничего не считая? Мы знаем, что в квадратном уравнении правая часть должна быть равна нулю. Ну, соответственно, и левая. Потому что нужно найти. Когда по оси у, вот туда вверх, ничего не будет, не будет чисел. Они все будут лежать на х. Вот, холодно очень, ужасно. Ледяные руки у меня замерзла. Математика требует жертв. Извините. Мы просто подставляем 5 и минус 5 вот в это уравнение. И мы получаем 0 и при 5, и при минус 5. И, соответственно, так сразу видно корни, что это 5 и минус 5. Ну, можно посчитать и здесь. 5 и минус 5. Ну, и так для проверки я сделала 1 минус 1 и 24. Да? Вот, посмотрите. Если х равен 1, мы просто подставляем 25 минус 1 в квадрате. 1, 24, да? И вот получилось точно так же с одной и с другой стороны графика, поскольку парабола у нас совершенно симметрична. Вот дети идут в школу. Как вы знаете, наши проекты перешли на донатную систему. Я буду благодарна вам за помощь проекту. И всем, кто помогает, тоже очень-очень благодарна. Если у вас есть какие-то предложения по темам, или вы знаете, как еще проще показать, что самая большая площадь из всех фигур периметром 20 сантиметров будет у квадрата, то присылайте свои лайк-паки. Пока-пока! Пока! Пока!